Всем привет! С вами Максим Мадзе и сегодня у нас обзор на мобильный телефон от компании Nokia 1208. Также напоминаю о том, что на моем канале сейчас идет конкурс. Любой зритель моего канала 31 декабря может выиграть 500 рублей. В конце видео вам будет задан всего один вопрос. Ответ на него вы будете знать, если будете внимательно это видео смотреть. Ладно, а теперь переходим к обзору на этот мобильный телефон. Значит, телефон вышел в 2007 году, ему уже целых 12 лет. Так, сейчас чуть-чуть отдалим. О, господи! И посмотрим на него поближе. Так вот. Внешне этот телефон является клоном модели Nokia 1200. Он вышел тоже в 2007 году и является первым телефоном от Nokia, который вышел в 2007 году. У него был так себе дизайн, был монохромный экран. Ну, да, он достаточно неплохой, 96 на 68 пикселей. И он, у него было два цвета. Экран черно-белый был, но подсветка экрана была зеленого цвета. Ну, экранчик-то так себе. На солнце, на солнце было видно хорошо, более-менее. Так вот. Ладно. Чуть попозже вышла его немного улучшенная версия. Это 1208. У него дизайн идентичный, но кнопки стали черными. В 1200 они были белые. И вот эта вот часть вот здесь вот тоже была в 1200 белая. Здесь она черная. Телефон вот этот вот выпускался в оригинале вот в красном цвете. Вот эта вот часть. И вот динамик были красного цвета. У меня, в моем случае, это черный цвет. И еще я видел в синем цвете. Может быть, еще есть цвета, но я не уверен. Так, что у нас тут дизайн? У него так себе, я вам скажу. Здесь с обеих сторон у нас надпись Nokia. Динамик у нее, к сожалению, динамик тут не очень хороший. У него есть один серьезный недостаток. Я вам о нем расскажу чуть позже. Сверху у нас находится фонарик. Не очень яркий, но подсветить что-то можно. Два зачем-то разъема под шнурок. Снизу у нас находится микрофон. Разъем под зарядку 2 мм. Разъем под сервисный кабель. Тогда у всех были свои кабели. И разъем под наушники 2,5 мм. У меня таких нету, естественно. И в комплекте они не поставляются. А хотя, кому нужны здесь наушники, если тут даже нету радио? Так вот, что у нас тут по характеристикам этого телефона? У него цветной экран разрешением 96 на 48 пикселей. Ой, на 68, извиняюсь. Дисплей у него, конечно, фиговенький. И так по цветам он до 65,5 тысяч цветов отображает. Аккумулятор у него BL5CB. По умолчанию идет на 700 мА. Но я вставлю в него аккумулятор BL4C. На 860 мА. Также по характеристикам внутренней памяти. У него всего 4 мегабайта. Телефонная книга на 200 контактов рассчитана. По полифонической мелодии. Правда, свои нельзя ставить. Вкачивать мелодии ААСи в качестве звонка. Встроенные только, конечно. Вибро-звонок. Ну и все такое. Вес 77 грамм. Есть словарь Т9. И многое другое. Ладно, давайте включим телефон. Вставим в него сим-карту. Симка, значит, здесь поддерживается одна. Давайте ее вставим. Она вот так вот ставится. На защелочку. Сейчас. Вот так. Ставим аккумулятор. Ой, не той стороной. Извиняюсь. Не закрываем заднюю крышку. Включаем телефон. Удерживаем красную кнопку. Так, Nokia Connected People. Приветствия. Фирменная от Nokia. Так, значит, у нас вот здесь вот заряд аккумулятора подписывается. Логотип оператора. И прием сигнала. Время. Так, клавиатура, я бы сказал, не очень, конечно, клавиатура удобная. Вот так вот чувствуется, что вот тут она выпукла, и можно надавить, она туда прислонится, как будто она приклеена должна быть, отклеилась. Но на самом деле так и задумано. Давайте пройдемся теперь по меню. Дисплей, кстати, точно такой же здесь, как на Nokia 1600. Модель, которая вышла в конце 2005 года, и по сути она являлась цветным аналогом трех моделей. Это 1110, 1110i и 1112. Одних я расскажу, когда у меня какой-нибудь, хотя бы один из этих телефонов появится. У меня ни одного, к сожалению, из них нет. Но мне кажется, что 1600 лучше все-таки, чем вот этот. Во-первых, ну, правда, фонарик в 1600 отсутствовал. Но зато там были говорящие часы. Функция говорящих часов, ну, там нажимаешь в часы, сами тебе время все скажут. Здесь такого нет. Ладно, давайте пройдемся по меню. Сообщения, контакты, журналы, звонки, настройки, будильник, памятки, игры, дополнительные функции и меню сим-карты. Так, сообщения, можно там писать всякие контакты, звонки. Давайте по настройкам пройдемся. Настройки сигналов. Давайте послушаем динамик. Какую-нибудь мелодию. Слушаем, например. Для 2007 года это неплохой динамик. Так себе. Хотя были и лучше уже. Это 32-голосная полифония. Звучит у нас. Ну, так себе звучит. Правда, есть проблема. Во-первых, динамик тут расположен как-то неправильно, мне кажется. Вот лучше бы сзади вот дырочки бы были бы. Звук тут идет вообще вбок идет вообще как-то. Даже не вперед, не назад, а вбок. Вот отсюда. Немного неправильно тут динамик. К тому же у него есть большая проблема. Давайте вот, когда держишь его в руке, вот эта часть может просто закрыть. И, видите, ничего не слышно. Слышно, еле-еле-еле. Это полифония. Давайте послушаем. Как тут? А, 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 С звучит. Если вот эту часть закрыть, все нормально слышно. А если вот эту вот закроешь, то плохо слышно. Nokia 16.00, 11.10, 11.10i, 11.12. Там три дырочки были вот сверху. Здесь дырочка, здесь дырочка, здесь дырочка. Такая же точно. Даже если их все три закрыть, то звук более-менее хорошо слышно. А здесь плохо все. Дисплей. Можно выбрать тему. На свое усмотрение. Довольно есть прикольная фича. Заставки у нас всякие вот есть. Прикольные можно установить. Но, правда, батарейку жрать будет. Давайте теперь посмотрим. Так, будильник. Будильник можно поставить один только. Памятки здесь есть, напоминания. И есть игры, конечно же. Игры здесь три, предустановленные. Удалять их нельзя. Закачивать свои тоже нельзя. Ну, потому что большинство игр, конечно, я думаю, что все игры требуют нажимания джойстика на икея в центр. А здесь он не нажимается в середину. Хотя он выглядит так, как будто можно нажать в середину. Но нет. Короче говоря, из игр у нас тут всеми нами известная Змейка. Ну, куда же Ноки без Змейки? Рэпид Ролл. И Нейтер Парк. Давайте пробежимся по играм. Давайте поиграем в Змейку. Чуть-чуть. Тип игры у нас классический. Пусть будет. Я уровень на четверку поставил. А то Змея просто медленно у нас вообще бегает. Вот так вот надо. Шарики у нас, короче говоря, есть. На монохромном Нокиях тоже была такая игрушка. Кстати, Ноки 1208 это первая модель. Именно вот с этой модели я начал знакомство с компанией Ноки. Второй телефон, который у меня познакомился с Нокией это был Нокиа 1202. Вышедший в 2009 году. Он у меня когда-то был, но я его травяной сестре подарил. Если когда-нибудь такой появится, я обязательно обзор на него сделаю. Мне больше, конечно, нравится компания режим здесь. Нужно тут несколько уровней. Вот ящик сначала идет. Короче, надо набить вот эту зеленую шкалу. И чтобы можно было потом на следующий уровень пройти. разные уровни. Тоннель там всякие. Тоннели, рельсы, комната самая сложная там. Ну, надо змею саму себя не укусить только. Или не верится в стенку. Rapid Roll. Кстати, в Nokia 12.00 были игры Змейка, Rapid Roll, но там был не Нейчер Парк, а футбол. Сукер... Как-то... Ой, господи, извините. Соша... Как-то... Лик. Короче-то, это футбол был. Игра по футболу, только на маленьком экране в него играть толком было тяжело. Вот это такая игрушка, надо мячик тут вот так вот вниз опускать, чтобы он не на шапы не натыкался. Нейчер Парк это что-то типа Нейчер Парк это что-то наподобие Тетриса. Ну, самая интересная игрушка-то Змейка. В Nokia 12.00 были те же игры, что в Nokia 16.00. А 16.00 там игры были цветные, там тоже Rapid Roll, Змейка и футбол. У футбола игрушка какая-то не очень интересная. Особенно на маленьком экранчике. На Nokia 11.00. 10.00. 11.00. 12.00. 11.00. Айтон. Была змейка, конечно же, куда просто без нее. Там была еще какая-то игра в кости. кости, но эти кубики. И какой-то покер непонятный или неинтересная игра. Змейка была из интересных. номеров нету. номеров нету. Давайте теперь выключим наш телефон. в общем, телефончик так себе. Я буду еще делать обзоры на Nokia. Такие Nokia, как 101.00. 12.80. еще там какие-нибудь Nokia 100 и так далее. Ну что ж, а теперь давайте давайте сегодняшний вопрос. Пора переходить к нам главному. До скольки контактов телефонная книга в этом телефоне вмещает? И вариант ответа. 500 контактов, 1000 контактов или 200 контактов. Удачи вам, друзья. Это был обзор на Nokia 1208. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Ну лайки, в смысле. Подписывайтесь на запасной канал Лумазы и вступайте в мое сообщество ВКонтакте. И я не настаиваю, конечно. Всем пока. С вами был Максим Мазы. Субтитры сделал DimaTorzok